И упальщики вот-вот могут отказать, а через рано проникла инфекция. Озан, к сожалению, до сих пор есть риск летального исхода. Сыночек, мой Озан. Озан, доченька, доченька, ну не надо так, прошу тебя, матушка. Матушка. Мама, Озан умирает. Если Озан умрёт, я не смогу так жить, матушка. Не смогу так жить. Мази, стыло тебе... ...бросать... ...меня и мою маму. Ты бросил маму беременной. Ты пошёл и женился на Жулиде. Родился Озан. Твой единственный сын, Озан. Почему, отец? Почему ты не полюбил нас? А сейчас, видишь, Озан умирает. А ты знаешь, почему он умирает? Из-за тебя. Озан. Озан умирает. Субтитры делал DimaTorzok Не уходи, Озан Без тебя я не справлюсь Я потеряюсь Я останусь без любви, без кого-либо Не смей бросать меня Я тебя очень сильно люблю Очень Его состояние максимально критическое Если за 48 часов мы найдем ему подходящую почку То далее печь, а не другие жизнедовожные органы Также могут отказать Спасите моего сына, я прошу вас Умоляю, господин доктор, я молю вас Спасите моего сына Господин доктор Ну а мы что можем сделать? Для начала нужно найти донора Если мы найдем подходящую почку, мы проведем пересадку Больше ничего мы не можем сделать Но мы сможем сразу найти почку? Надеюсь Не стоит забывать, что многие больные ждут Найдите доктор Умоляю Если нужно, вы лишите меня жизнью Но спатите моего сына, прошу Не переживайте, я сделаю все, что смогу Все это из-за них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот пошла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я в прекрасном месте ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok О, Зана Дальше 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 Прошу, прошу, позвольте мне остаться здесь, я умоляю вас. Ну хватит. Хватит напрягать людей здесь. Уйди отсюда. Делай то, что тебе велели. Я, я не могу уйти. Мы с Узаном дали слово друг другу. Если я уйду, Узан почувствует это. Он оттяжется. Я не могу уйти. Прошу, прошу, умоляю вас, позвольте мне остаться здесь. Умоляю, умоляю. Хватит. Из-за тебя мы все в таком состоянии. Из-за тебя он получил ранение. Из-за тебя он опоздал в больницу. Уберите ее, чтобы я не видел ее здесь. Пойдем, доченька. Пойдем, дорогуша. Нет, вон отсюда. Я больше не позволю тебе приближаться к моему сыну. Ну хватит. Я больше не позволю тебе вредить ему. Уйди отсюда. Тарык. Тарык. Она заслужила это. Все из-за нее произошло. Если бы я не знал, где находится Узан. Узан был уже давно погиб. Так, перчин. Нет, 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 нет. Что? Ладно, не пертишь. Нет. Сибель. Я ошибся. Допустил огромную ошибку. Тебе не надо было никогда говорить господину Яшару, что я бы съехал в деревню. Ты все уничтожила. А что я могла сделать? Курай. Я что, должна была как-то сидеть на месте и просто смотреть на это? Мы по себе натеряем ее. Я что, должна была сидеть, распирать кофе и наслаждаться представлением, да? Это вот сейчас мы потеряли ее, Люль. Ты думаешь, одна и она будет смотреть мне в лицо, да, после всего, что произошло? Ты зачем будешь рассказать все брату Яшару? Ты ее тетя Нуран подставила. Показала ее игрушкой в глазах мужа. Значит, хотели сына помочь, а стали виноватыми. Ты смотри на его слова. Если так много знаешь, сам бы решил свои проблемы. Конечно, решил бы он. Пока этот Ягод шастал бы по округе, тебе было бы сложно решить свои проблемы. Голова-то у тебя не работает. Ты молись на свою маму, когда просыпаешься. Я все делала ради тебя. А теперь подумай. Этот паренек сможет приблизиться к Эйлю теперь? Что еще не отвечает? Хм? Нет. Не отвечает. Времени лекарства принимать отца все еще нигде нет. Он так прежде и не поступал. Для этого он орал, кричал и уходил, но... Но когда мы звонили, он отвечал. Никогда не было, что он до такого времени не возвращался. Отец ведь очень сильно разозлился на нас, да? Все из-за меня. Зачем я собрала моему Яшару? Я все уничтожила. Спасибо, дитя. Если бы ты не подоспел, они бы меня в больницу загнали, эти подонки. Кто эти люди? Что им нужно от тебя? Есть судебное разбирательство, где я прав. Это вопрос о компенсации из-за вот этой вот поврежденной моей руки. Мой бывший начальник, интригант, нанял людей, чтобы я отказался от этого разбирательства. Нуран. Брат Яшар. Ты не ответишь? Очевидно же, они волнуются. Ну, я отвечу, я сейчас и что им скажу. Если Нуран видит меня в таком состоянии, она будет в шоке. Было бы это, когда я был молод. Я бы их всех избил, как следует. Но... Пойдем, я провожу тебя до дома. В таком состоянии, когда меня избили, я не могу предстать перед своей семьей. Ты иди. Я как-нибудь выключусь. Ты и так сделал все, что мог для меня. Надеюсь, Аллах будет доволен тобой. Брат Яшар. Я ничего не сделал. Когда на человека, который годится мне в отцы, напали, я не мог с вами оставаться в стороне. Ты не думай об этом. Послушай, если ты не можешь отбираться домой, оставайся у меня. Не стоит, сынок. Я что-нибудь придумаю. Брат Яшар. Либо я тебя отведу домой, либо оставайся у меня. Я тебя здесь в таком состоянии не оставлю. Я куплю бинты, замотая что-нибудь придумаю. Брат Яшар. Пожалуйста. Ну-ка, пойдем. Они не верят мне. Хотя бы вы поверьте. Мне нужно отправиться к Кузану. Мне нужно держать его за руку. Сказать ему, вернись. Он почувствует меня. Сынок, Аслэм. Аслэм. Озан. Озан. Я всегда буду здесь. Хорошо? Я никуда не уйду. Я всегда буду рядом с тобой. Озан. Любимый. Я сдержу данное нами слово. Ты тоже сдержи. Хорошо? Помнишь тот день? Те слова, которые ты говорил мне. Я все выучила. Если однажды нас попытаются разлучить. Если весь мир объединится против нас. Я всегда буду ждать тебя. А если случится, что лето превратится в зиму. Если случится, что даже солнце затмят облака. Если земля треснет. Пройдет к этап клизмы. В тот день, когда мы потеряем друг друга. Мы потеряем рассудок. И именно в тот момент я буду ждать тебя под тем деревом. Хорошо? Я всегда буду рядом с тобой, любимый. Обещаю. Я всегда буду здесь. Я всегда буду с тобой. Любимый. Любимый, я здесь. Я здесь. Я рядом с тобой. Госпалата, здесь по-настоящему вмешательству. Что вы здесь делаете? Он говорил со мной. Он ответил мне. Можете выйти отсюда, пожалуйста? О, Зан. Я всегда буду рядом с тобой, дорогой. Я всегда буду с тобой. Хорошо? Я всегда здесь буду. Пожалуйста, выздоравливаю бы скорее. Прошу тебя, выздоравливаю бы скорее. Ладно. Ладно, он выздоровеет. Не волнуйся, выздоровеет. Выдоровеет. Хорошо, что никто этого не увидел. Ослым. У Жюля Де нервы сдали. Она не понимает, что она делает. Все-таки он ее сын. Мы должны отнестись с пониманием. А я ее не зла на госпожу Жюля Де. Она очень испугалась. Очень расстроилась. К тому же она права. О, Зан, и змея получила это ранение. Ты ни в чем не провинилась, доченька. Все случилось из-за Джангиза. Но есть кое-что, в чем господа Жюль Де права. Мы люди разных миров, господин Тарек. Когда этих двоих тянет друг к другу, кому-то становится больно. Мы очень разные. Господа Хиди, я... Пожалуйста, пожалуйста. Ну же, вы возвращайтесь к своей семье. Чтобы не было проблем из-за того, что вы сейчас здесь рядом с нами. Мы сами можем за себя постоять. Благодарим вас. Пойдем, доченька. Матушка, Узан, дочь. Пожалуйста, ну же. Братцы, Яшара, все сделано. Люди звонили, они все сделали. Ну и что? Его госпитализировали. Братцы, сделают вот в чем. Они избивали Яшара. Кто-то помог ему. В последний момент он смог спастись. Но они хорошо его избили. Его не госпитализировали, но... Наши сообщения он получил. Ну, хорошо. Главное, чтобы он додумался отозвать свое заявление. Этого достаточно. А, послушай. Не могу достучаться до Ягозы и сейфа. Сейчас иди, загляни к ним домой. Ну же, как пожилая Шага. Заходи, брат, Яшар. Здесь немного не убрано. Прости. Простите, я сейчас быстро. Конечно. Ладно, дитя, не надо. Ты ведь хвостяк. Должен быть в меру и в порядке. Не надо. Ладно, вы присаживайтесь. Я принесу вам воды. Прошу, брат, Яшар. Подготовлю для вас диванчик, чтобы вы могли отдохнуть. Он старый, но удобный. А я сделаю вам суп. Дитя, не утружать. Ей не нужен суп, не надо. Да это обычный суп. Я здесь приберусь. Если вам что-нибудь будет нужно, вы только позовите. Ну, Рам. Яшар. Яшар, ты где? Почему ты не отвечаешь на звонки? Послушай, мы тут уже от волнений чуть не умерли. Ну, Рам, ладно, не ори. Нормально все. Я сегодня останусь у Исмаила. У Исмаила? Кто такой Исмаил? Ты не знаешь его. Один мой друг. Яшар, ну же вставай, возвращайся домой. Что ты будешь делать у неизвестного человека дома? Как я буду спать без тебя, Яшар? К тому же ребенок нас тоже волнуется за тебя. Ну же вставай, возвращайся домой. Ну, Рам, потом поговорим. Давай, я к лактурку. Яшар, Яшар. Что случилось? Он придет? Где он? Он останется у своего друга. Он останется у своего друга. Столько лет мы много не делили. Много ссорились. Но никогда не было, чтобы он не приходил домой. Но видишь, сегодня вечером он не будет дома. Эх, яшар, эх. Матушка. Боже, что же я теперь буду делать? Перчин. Ну же, твоя очередь. Хорошо. В результаты теста будут идти снизавтра. Чем большее количество людей придет на анализ, тем больше, вероятно, что мы найдем подходящую почку. Надеюсь. Вы тоже пойдете на анализ? Конечно, пойдем, Желеде. Что за вопрос? Конечно, Желеде. Пока я за вам в таком состоянии, мы что, будем оставаться зрителями? Самое главное, его здоровье. Спасибо вам огромное. В таком случае, после перчин, вы ждадите анализы. Прошу вас. Это простая процедура. Давайте вас равно возьмут анализы. Надеюсь, кто-нибудь хотя бы подойдет, и мы сможем организовать операцию. Хорошо. Пойдемте, Бель. Кабинет. Господин Фатих. Вы тоже пойдете на анализ? То есть, я понимаю, неправильно будет спросить у вас это, однако. Но пока мой сын в таком состоянии... Нет-нет, госпожа Желеде. Ну что вы. Ну то есть, когда другие выйдут, я тоже приму участие в этом. Узан, я люблю так же сильно, как брата, наверное. Я буду рад помочь ему. Спасибо огромное. Тарк всегда рассказывал мне, какой вы хороший человек. И он действительно оказался прав. Госпожа Желеде, господин доктор ждет вас в своем кабинете. Я тоже пойду с тобой, Желеде. Сдох бы он у меня на глазах. Ни капли воды я даже не дам твоему сыну. Надеюсь, я подойду для операции. Я буду наслаждаться того, что я не помог ему. Пока. Пока. Пока.